Всем привет, ребята, микрофон на ЧСВ, и в этом разговорном видео мы поговорим с вами о сливе техники из будущего обновления, точно в цель в игре War Thunder. Ну а вы прямо сейчас прожимайте лайк, не забудьте это сделать, приятного просмотра, и сразу же накинемся на авиационные новинки. Шак Литон МР Марк 2, это торпедоносец, короче, Бобр, боевой рейтинг в Аркадии 5.7 должен быть в РБ 6.3, как я понимаю, для американцев. Есть ли в нем смысл сейчас и интерес? Да мне кажется, нет, сами по себе Бобры, как такой полумертвый класс в игре, очень мало интересных машин, особенно их не особо поюзать в совместных боях, а на среднеранговых авиационных режимах, ну не знаю, маленькие онлайны, и в принципе они не популярны, так что мало кого, наверное, это заинтересует. Новая полковая техника американцам, это YAH-64, или YAH-64, забавное название, прототип Апача. Боевой рейтинг 10.3, как говорится, в этом сливе. Вертолеты на данный момент не самый простой, приятный, комфортный класс, тем более 10.3, Берчик, тем более это Хеллфайр, очень долго летят эти ракеты. Короче, сомнительная штука и, на мой взгляд, не самая интересная новинка в плане играбельности, но как для коллекционера, может, даже и зайдет. Итальянцам дают F-104G, это JET топовый, 10.3 боевой рейтинг, в аркаде 10.0 в RB. Но это все у нас уже в игре есть, так что особого интереса и смысла зацикливаться на этом я не вижу. Шведам новый топовый JET Vigen JA-37, 11.0 боевой рейтинг. По сути, по своим характеристикам, это современный для War Thunder играбельный реактивный самолет. Тридцатки у него во лбу, 6 ракет, скорее всего, топовых шведских, а не нормальные. Конечно же, скороподъемность похуже, чем у какого-то Megane, например, 21.0. Но, в целом, я думаю, это будет играбельный самолет, но не самый лучший в игре. Ф-8Е дают французам и американцам. У нас в игре уже есть С-модификация, это же будет отличаться чуть другими двигателями. Непонятно, в какую сторону в лучшую или в худшую, к сожалению, не нашел информации. Ну и подвесы больше нести должен этот самолет, на 2 тонны большую нагрузку он имеет. И написано, что 10.0 боевой рейтинг, однако у Ц-шки сейчас 10.3. Ну, что-то мне кажется, что все же Е-шка получит 10.3. С советом, или же уже даже в каком-то плане советско-российская ветка, МИГ-27М-11.0. Если что, это такой, можно сказать, истребитель-штурмовик. В чем его отличие от МИГ-23? Внешний вид максимальный, клаймодель, скорее всего, аналогично, летать он будет схоже. Основной прикол в том, что чуть другие подвесы, например, есть возможность Р-60М подвешивать на этот самолет. И я думаю, эти ракеты дадут МИГу-27М, потому что особого отличия тогда от 23-го он и не будет иметь. Ну, еще там есть шестиствольная пушка 30-миллиметровая, которая будет делать... В реальности своеобразная штука, полный боекомплект даже не ставили, потому что при стрельбе там ломались фары, загорало все, вылетало внутри какая-то механика самолета. Там просто разбивала эта пушка при стрельбе все, что есть внутри. Но в игре, понятно, это не реализовано, так что можно будет с полным боекомплектом там 300 выстрелов летать. Но прикольная штука, хотя бы потому что это, знаете, пушка со своей такой, как сказать, с душой. Ну, не знаю, я люблю шестистволки. Они, знаете, наверное, каждый ребенок 90-х любит оружие, которое он видел в американских боевиках. Так что ждем хотя бы ради этой фигни. Ну, а по эффективности, честно, не особо я был доволен мигом в 23-м. И тут, скорее всего, тоже самолет, ну, как бы лишь бы был. На нем еще будут ракеты управляемые, если что. Вроде как советский выстрел забыл, типа Мавриков. Но это все не всегда в совместных боях хорошо себя показывает против нынешних зениток за 70 очков возрождения. Особо ничего не жду, но появится-появится, посмотрим. Жду только шестистволку. GA35A это Дракен премиумный на 9.7. У него, как бы, движок будет похуже. В принципе, у Дракена Дэшного движок не самый лучший. Не хватает ему тяги. У этого будет все еще хуже. Ну, конечно, сверхманевренность. Неясно, что за ракеты. И вот это самое важное. Если топовые ракеты, то на 9.7, мне кажется, самолетик будет неплохим. Если жестоковые, то гэгэшечка. F4EJ-Kai это японский фантом. 11.0 боевой рейтинг ему хотят дать. В чем отличие от Джейки, который сейчас есть? Это, кстати, японская модификация. Он должен иметь лучший радар. Хватать цели у земли поприятнее, покруче. Также у него ракеты более совершенные. Должны быть АМ-9, П и Л, если не ошибаюсь. Ну, и еще у него крыло должно быть более крепким. То есть, перегрузки он должен держать лучше. И не так рваться, как это можно сделать, например, на обычном. Но, по сути, фантом есть фантом. Но советом хотят дать премиумный Ту-1. Это тяжелый истребитель-перехватчик на базе Ту-2. Там 23-мм пушки и 45-ки. Для чего он нужен? Ну, чтобы как бы бумзумить или бобров атаковать. В совместных боях вряд ли вы его сможете как-то применить. 5.7 боевой рейтинг хотят ему дать. И на самом деле на 5.7 он как-то не очень-то выглядит. Есть, кстати, одно предположение. На этом самолете тестировался реактивный двигатель. Да, даже такая фигня была. Подвесной реактивный двигатель. Вот, возможно, если этот подвесной реактивный двигатель будет доступен. И вы сможете разогнать этот самолет, например, получше, чем просто на двух движках стоковых. То, ну, хз. В любом случае это будет необычно, прикольно. Почему бы и нет. Но пока не особо ждите какой-то имбы. 5.7 боевой рейтинг. Это достаточно высоко для такого тяжелого самолета. Ну и переходим к наземочке. Китайцам новый топ хотят завести. ЗТЗ-99 стейдж 3. Боевой рейтинг 10.7. Если, опять же, верить сливу. Сам по себе ЗТЗ-99 в игре не лучший топовый танк. Он схож на 72-ку с плохим задним кодом. Не лучшей скоростью наводки. Там УВНы помойные. Ну и пушка, которая далеко не всегда ваншотит. В отличие от пушек противника. Чем отличает от 72-ки? Чаще ловит какие-то волшебные непробития. Ну, короче, такой чуть подкрученный танчик. Этот, я думаю, таким же и будет. Там динамическая защита у него присутствует. И если верить там форумным товарищам, то вроде как активная защита тоже на этом танке есть. Но пока она у нас не реализована. Так что и на этом танке ее не будет. Жду ли я МБ от этого танка или чего-то хорошего? Да нет. Скорее всего, очередная китайско-советская посредственность на топовый ранг. Японцам закидывают Type 87 RCV. 7,7. Боевой рейтинг. Это машинка-колесник с 20-ти миллиметровой автоматической пушкой, но без птуров. Будет ездить по флагам, заходите. Ну и, конечно же, переживать множественное попадание каморников без особого урона по себе. 7,7. Ну, как-то, в принципе, по-божески. ХЗ. Я думаю, это скорее такой фановый агрегат. Без птура будет ему далеко не всегда жизнь мила. У американцев должен появиться новый Абрамс. Ну да, их же так было мало. И такие плохие танки, если верить формным писакам. М1А1ХС. 10,7. Боевой рейтинг. Что здесь интересного? Это урановая броня второго уровня. Короче, должен танковать. Мощный такой жирный танчик выйдет. А может и нет. Что там, да как. Опять же, все увидим в бою. Но, как бы, громкое название есть. Урановая броня второго уровня. Вот, ждите. Немцам Мардер 1А3. 8,0. Боевой рейтинг. Отличие это то, что у него во лбу станет лучшая бронезащита. Например, 30-ти миллиметровая советская автопушка будет сосать и его не пробивать. Да и, в принципе, живучесть вроде должна быть у него выше. Хотя, куда еще выше давать живучесть Мардерам и прочей технике, которая жить-то и не должна. Советом завезут Спрут СД. Это авиадесантируемая самоходка с автоматом заряжания, со 125-ти миллиметровой пушкой. Стабилизированной пушкой, если что, абсолютно такая же, как и на советских УБТ стандартных, типичных. А стрелять будет топами снарядами Манго. Но, но, но. Броне нет. Задний ход плохой. 9 там или 5 километров в час, в зависимости от того, что улитки накинут. И есть такое опасение, что не будет тепловизора. 9,7 боевой рейтинг, а для этого БРа, как бы, ну да, будет у тебя хорошая баллистика, но пробоя может быть и поменьше. Главное, чтобы у тебя была перезарядка хорошая, перезарядка 8,5 секунд. Не самая лучшая будет именно такая у этого автомата заряжания, кдшечка. Ну и отсутствие теплока тоже никак не повлияет. Да еще и заднего хода нет. Так что, ну хз, мне кажется, танк просто выше среднего получится. Но, вы его ждали, вы его получаете. Британцам Виккерс МБТ Марк 3. Это экспортная вариация танка. 8,0 боевой рейтинг. Л7, что там еще есть такого? Чуть больше брони. А так, ну, как был Виккерс, так и есть. Скорее всего, дадут ему какой-то ранний лом. Ну, на 8,0 он будет жить. Если Виккерс живет как-то на 7,7 и вообще кайфует, я думаю, этот танк тоже будет вполне себе комфортно ощущать. С-13Т-90 итальянцам. 7,0 боевой рейтинг. Короче, представьте, пушка 90-мм без урона, с кумулятивами. А корпус огромный, просто коробчатый такой, без брони. Не думаю, что это самый лучший выбор будет для прокачки, для игры комфортной. Вас будут пробивать, вас будут дамажить, а вы не будете нормально наносить урон. Короче, машина, чтобы поджечь себе жопу. Не иначе, если, конечно, улитки не апнут вот эти кумулятивы в честь выхода того же Ебра 63-го года, который практически все и раскритиковали. Насчет ПБВ-301 вы уже видели, я думаю, анонсик. Это такая луранговая машинка с автопушкой Швеции. Ну, а японцам М-16 зенитку и М-19 тоже влепят. По кораблям я оставлю ссылочку на слив, вы сами можете оценить все это дело, что там добавляют. Мне, в принципе, не очень интересно кораблики, я не сильно в них разбираюсь, поэтому не буду там умничать и рассказывать вам сказки. Ну, а по картам вроде как добавляют из первоапрельского ивента карту, хотя, скорее всего, она просто будет неиграбельной в рандоме. Ну, а 100% играбельная карта это Польский Врослав. Вот так примерно этот город выглядит, городская мапа. Но я очень-очень надеюсь, что улитки немножко схаменутся и сделают нормальную городскую карту а-ля Восточная Европа, а не муравейник типа Швеции. Вот, собственно, и весь слив, ребята, услышали шо, как немножко об этом почитал, вам рассказал и высказал свое мнение. С вас, повторюсь, лайк, там что-то напишите, какой-то комментарий, загляньте в описании к видео и приходите еще. Хорошего дня, счастья, здоровья и пока-пока!